В последнее время в России тема зелёных инвестиций, в том числе зелёных облигаций, активно обсуждается как на государственном уровне, так и в кругу бизнес-сообщества. Не оставили без внимания данную тему и организаторы 4-го Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», прошедшего в Екатеринбурге. В рамках масштабного мероприятия экспертов из Екатеринбурга и других российских регионов, а также зарубежных стран объединила панельная дискуссия. Зелёные фондовые инструменты для устойчивого развития территорий, «Управление капиталом зелёных проектов», в ходе которой её участники делились своими знаниями и опытом. Если обратиться к зарубежной практике, то легко заметить, что проекты в области устойчивого развития занимают всё более важное место в развитии национальной экономики. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, к 2030 году потребность в экологических инвестициях составит порядка 93 триллионов долларов по сравнению с тремя триллионами направленными на эти цели в 2016 году. Рост потребностей в этих инвестициях стал причиной повышенного внимания к развитию инструментов зелёного финансирования как со стороны отдельных государств, так и со стороны международных организаций и объединений. Внедрение принципов и инструментов зелёного финансирования является актуальной задачей и для России. По итогам расширенного заседания Государственного совета, состоявшегося 23 ноября 2018 года, в перечень поручений правительству РФ был внесён в рамках реализации национального проекта «Экология», был внесён следующий пункт – обеспечить скорейший запуск механизма зелёных облигаций, позволяющего повысить привлекательность российских и иностранных прямых инвестиций и снизить стоимость заёмных средств при реализации проекта «Экологические направленности». В ходе панельной дискуссии экспертами были рассмотрены вопросы устойчивого развития и зелёных инвестиций как повестка для российского финансового рынка, ключевые характеристики и отличия от других инструментов – зелёных облигаций. Возможно ли облигации, существующих в России выпусков, назвать зелёными? Участники данной дискуссионной площадки также обсудили мировой опыт размещения зелёных облигаций, потенциальный спрос на зелёные облигации в России, международный опыт развития рынка зелёных облигаций и варианты финансирования зелёных проектов. «Экология из Ханты-Мансийска выпустила выпуск на 1,1 млрд рублей. Вот этот выпуск, который официально признан зелёным, соответственно, компания выпустила облигации в соответствии с зелёными принципами зелёных облигаций, и компания обязалась отчитываться о том, как её проект влияет на окружающую среду. То есть, когда такие проекты запускаются, соответственно, есть определённые показатели, которые позволяют увидеть положительное влияние или отрицательное влияние. То есть, это один из фактов того, что ваш проект должен быть зелёным. Как я уже отметила, Елена Сергеевна сказала, всё-таки зелёные облигации – это не экология, это в первую очередь модернизация производства, особенно с учётом того, что у нас основные производственные фонды всё-таки очень старые». Инвесторы сегодня весьма избирательны, и устойчивое развитие является для них приоритетом, было отмечено экспертами в ходе дискуссии. О том, как выстраивается работа в данном направлении, за рубежом, с российскими специалистами поделились своим опытом гости. Четвёртого Всероссийского конгресса. Люк Коннер, управляющий партнёр ООО «Коннер» и компания из Великобритании. И Чарльз Борден, бизнесмен и журналист из Соединённых Штатов Америки. В рамках панельной дискуссии Чарльз Борден рассказал об опыте внедрения проектов зелёных инвестиций в родном штате Айова. В свою очередь Люк Коннер поделился знаниями работы в сфере бизнес-нетворкинга. Мы занимаемся сначала как бизнес-нетворкинг, нетворкинг и социал-нетворкинг. Это наша самая главная сфера. Ну, из-за этого мы начали заниматься благорительной работой. Например, там в Москве английский церковь, мы поможем ей, мы поможем Таганский Children's Fund, который благорительный фонд для детей в Москве. И другие, много других. Мы тоже занимаемся спорт, у нас турниры в гольфе, футбол, другие. Мы очень много сделаем для детей, как детский театр. И у нас были серьёзные проекты, которые бизнесменов, и женщин, конечно, акционеров, и директоров компании обсуждаются. У нас каждый месяц деловой опыт, скажем. Нетворкинг в переводе с английского языка означает буквально работу над созданием круга деловых связей. Именно о опыте работе такого английского клуба, его целях, идеях и результатах деятельности, рассказал в ходе панельной дискуссии гость из Великобритании. Стоит отметить, Люк Коннер был весьма впечатлён Екатеринбургом и таким масштабным мероприятием на тему экологии. Спасибо огромное, потому что очень интересно, очень много интересных людей. Я сам в шоке, потому что я не ожидал, что в России так много интересных экологий. Это очень приятно. Я не скажу, что я не эксперт на этом теме, но это очень приятно видеть, чтобы так много людей пришли из этого. И организация вообще была очень хорошая. Это хорошее место, хорошие переводчики, хорошие технологии. И было быстро. Очень часто в России я видел, что конференции очень медленно ходят. Здесь было очень эффективно. Спасибо огромное. Напомним, организаторам 4-го Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов» выступили Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум Роспромека и ЗАО «Зелёная долина».